Добрый день, дорогие друзья! На календаре 25 января четверг. Всем желаю хорошего настроения. Пусть сегодняшний день принесет удачу во всех начинаниях и силы, чтобы справиться с любыми обстоятельствами. Желаю, чтобы душа пела, а сердце верило в свою мечту и стремилось к лучшему и прекрасному будущему. Мы продолжаем нашу передачу «Куншуах» в прямом эфире. У нас сегодня в гостях замечательный коллектив, народный фольклорный ансамбль «Щежире» в лице руководителя Аслана Гизатова. А также он является обладателем медали Мадинет Майдалмане и лауреатом областных, республиканских, международных конкурсов. Впрочем говоря, все они очень талантливые, яркие личности, которые радуют всех своих слушателей и зрителей своими прекрасными песнями. И я рада вас приветствовать сегодня в нашей передаче. Сегодня очень прекрасный такой повод пригласить вас на передачу. Был повод, так как вы буквально недавно приехали с конкурса «Я сенсация» с международного конкурса, прошедший в городе Санкт-Петербурге. И заняли там призовое место, стали обладателями золотого приза. С чем я вас еще раз поздравляю. Можно самим себе поаплодировать. Ну и хотелось бы, чтобы вы, конечно же, поделились своими впечатлениями, рассказали о данном конкурсе. Как мы поняли, этот конкурс проводится ежегодно, да, традиционный конкурс. И ожидали ли вы, что именно станете призерами? Насколько было волнительно участвовать в этом конкурсе? Какие сами эмоции получили, побывав на таком международном конкурсе? Добрый день, дорогие тележители. Я очень рад с вами еще раз встретиться. На этот конкурс, прежде чем участвовать, мы в 2023 году, это мае месяц, где 12 мая, участвовал в городе Казань, тоже Российской Федерации, Татарстан, республика. Там сперва туда участвовали, в конкурсе наследие культуры. Там первое место, потом гран-при получили и направление в Санкт-Петербург. Потом, недавно съездили в Санкт-Петербург, сами говорили, это международный конкурс «Я сенсация», это финал. Казань, который проходил, это был отбор, а в Санкт-Петербург уже финал был. Все, которые участвовали, разные города там участвовали, в Москве, в Сочи, там еще, в Екатеринбурге там проходят такие конкурсы. Все, отбирать, потом сами, вот в конце года, в Санкт-Петербург собирать ансамбли, разные участники там. Разного возраста были этот конкурс. Мы там участвовали как инструментальный жанр, народный инструмент. Ну, завоевали вот этот золотой приз, очень хорошее впечатление было. Наш ансамбль коллеги не подводили, они молодцы, всегда. Ну, когда, где участвуем, везде стараемся получать призовые места. А как встретили вас там жители города? Как они восприняли нашу народную музыку? Считается, как культурный город России. Ну, да, культурный центр. Там народ, действительно, культурный народ. Встретили нас с господином, очень хорошее впечатление. Ну, наши инструменты некоторые первые развиты, например, дом-ра, хо-ваз. Такие инструменты, они первый раз. У нас еще есть инструмент-чертель, но музыкант уехал в своем метро. За это сегодня не может участвовать, а так у нас инструменты еще есть. Они первый раз видят такие инструменты, они удивляются. У них хорошее впечатление. Спасибо, Аслан. У нас есть уже первый телефонный звонок на линии. Спешу его принять. Алло, добрый день. Вы в прямом эфире. Салям, Академия. Салям, Академия. Казахстан, Казахстан, Мурсат, Беген, Тракта. Ариния. Ахара, мен минар, шизире, толкун, көріп, жалпы. Исмем, Талгаспула, жалпы. Академия, Талгаспула, жалпы. Минар, шизире, толкун, көріп. Минар, шизире, толкун, көріп. Минар, шизире, толкун, көріп. Минар, шизире, толкун, көріп. Минар, онлыждай. Минар, шизире, толкун. Казахстан 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 Спасибо Ну а я хочу напомнить, дорогие друзья, что вы тоже можете присоединиться к нам По указанным контактам на экранах Поздравить этот замечательный коллектив с победы, ну и, естественно, задать ей свои интересующие вопросы. Время эфира ограничено, поэтому спешите. И, конечно, очень отрадно, что сегодня и Байтирекский район тоже вместе с вами. Как они за вас болели, как вас поддерживали. Они являются активными зрителями, болельщиками вашего ансамбля. Ну и сейчас хотелось бы и другим участникам предоставить слово. Я так поняла, что состав именно участников вашего коллектива очень профессионален. Каждый здесь является профессионалом своего дела. И у каждого участника есть богатый опыт за плечами, и можно рассматривать как творческую единицу. Расскажите, пожалуйста, а каким был ваш путь именно к музыке? Как вы сами попали в этот ансамбль? Сколько лет вы уже работаете вместе? Ну и, естественно, какими своими успехами гордитесь? Николай, давайте с вас начнем. Ну да, первый руководитель нашего ансамбля был Оскар... Первый руководитель нашего ансамбля был Оскар Кусаинов. И первое произведение было Эльми, от которой мы играли. Ну, в разное время в нашем ансамбле играли Баяна Апати Мешева, Аида Габдеева играла и была солисткой нашего ансамбля. Ну, с того я остался, ну, с самой, как говорится, начинал. С одни основания, то есть вы здесь находитесь. Да, да. И состав постепенно менялся, менялся. В разное время были разные. Вот у нас теперь сформировался такой творческий коллектив. Мы уже единомышленники, мы понимаем друг друга уже с полузгляда. Одна семья у нас, да. Мы репетируем вместе всегда. Стараемся произнести что-то новое, какие-то новые творческие подходы. Стараемся. Ну, вот эти поездки, конечно, нас стимулируют тоже. Вот мы готовимся основательно. Пытаемся уже держать нашу планку, чтобы уже не подводить. И мы постоянно совершенствуем свое мастерство творческое и репетируем. И вот стараемся уже, когда мы на гастроли ездим, уже мы, считай, от имени всего Казахстана выступаем. Вот мы тоже были в Белоруссии на фестивале, в Казани и везде. Это уже старались от имени нашего Казахстана выступать и поддержать честь. Насчет создания ансамбля. Ансамбль вообще создался в 2002 году при районном доме культуры. Тогда был район Зеленский район, сейчас ныне Батерекский район. Тогда был такой программ, уже Медени Мура. Тогда создался. Но я тогда не работал, я только в 2005 году пришел на этот ансамбль. Я тоже пришел, рядовой домбристом сюда. Вот самые основатели ансамбля, это сейчас Николай Новенков и Камчат Ситекова. Они двое. И Баян Апа, и самый первый руководитель Асхал Хусайин, Вануар Вич. В 2007 году мы участвовали в самый первый, считай, большой конкурс. Это город Актюбельский. Это региональный конкурс, это творческий. Мы там лауреатами стали. Потом в 2008 году защитили народные звания. Потом в 2014 году на этом ансамбле меня поставили, назначили руководителем. У каждого артиста, у каждого музыканта есть свои истории, конечно. В 2013 году Мир Булат из Могул пришел. В 2013 году Токжан Асетова, у нас Артур Сисент, он давно у нас солистом работает. И Айнур в 2018 или 2019 году. Потом вот молодой певец у нас, талантливый, кенецар Булганбайп. У нас еще солистов много, но мы всех не привезли, конечно. Ну, мы два раза в Астане участвовали, один раз в экспо 2017 году вот это. И потом в 2018 году, в 20-летие в Астане мы участвовали в этом областной. Вместе ездили туда и показали себе. Ну, после этого в многих местах мы ездили в Россию, потом мы ездили, где Курмангаза похоронен. Туда ездили, там, этот, Астраханский область, Ванадарский район, поселок Алханжар, где похоронен. Мы там были, местное население, концерт небольшой поставили. Вот у нас такие успехи. Спасибо, Аслан. Хотелось бы вот то самое, как говорите, Айнурия, которая в 2018 году прибыла в ваш ансамбль. Пожалуйста, тоже хотелось бы и вас послушать. Добрый день, уважаемые телезрители. Мы, конечно, очень рады, что сегодня посчастливилось нам здесь оказаться. Я являюсь аккомпаниатором в этом ансамбле, народный ансамбль под названием «Щежре». Действительно, да, нам неделю назад мы участвовали в этом большом, можно сказать, имеет большой такой высокий статус. Это международный конкурс под названием «Я сенсация». Туда мы, конечно, попали не просто так, то есть, ну, как бы нас рекомендовали и, как бы, ну, можно сказать, по путевке мы туда поехали. И очень было интересно, очень было разнообразно. Это было, конечно, взяли для себя что-то новое при каждых поездках, при каждом конкурсе мы пытаемся что-то взять для себя новое, улучшить. Это опыт, конечно. Да, это большой опыт. И самое главное, каждый член нашего ансамбля пытается, ну, внести свою какую-то лепту, изюминку в этот ансамбль. Поэтому мы, у нас был, как бы, такой командный дух, мы уже привыкли друг к другу, знаем, как Николай Павлович говорил, мы друг друга с полуслов понимаем. То есть, чувствуете, наверное, друг к другу. Да, очень, да. Мы даже чувствуем, что кто-то что-то не то играет, уже говорим друг к другу, да. И кто сейчас волнуется сильно. Вот, поэтому, ну, мне очень нравится, про себя могу сказать, что очень это своего рода отдушина, которая у нас есть в жизни, я думаю, у каждого, наверное, так. Потому что это действительно играть в ансамбле, играть душой, отдыхать просто. И это действительно чувствуют зрители. И мы дарим, вот такое, думаю, праздничное такое вот настроение и очень такие вот положительные эмоции народу. И, конечно же, без нашего руководителя, это человек, который всегда нас сплочает, всегда нас ищет, как говорится. И всегда, ну, как сказать, всегда он за нас болеет. То есть, он сам во голове, и он просто душой отдаются своей работе. И это очень нас радует, и мы очень благодарны ему. Кроме того, он сам пишет, как партитуру для нашего ансамбля. И это у него очень здорово получается. Мы просто с удовольствием играем в его произведения. Спасибо. Ну, а мы сейчас хотим обрадовать наших телезрителей. И, конечно, раз у нас в гостях сегодня фольклорный народный ансамбль, то, соответственно, они подготовили нам свои сюрпризы музыкальные. Аслам, представьте, пожалуйста, первый номер свой. Сейчас перед вами выступает наш солист, лауреат международного и республиканского конкурса. Артур Сесенович песни, это Маржангыс, композитор Асид Бесеова. Артур Сесенович песни, это Маржангыс, композитор Асид Бесеова. Артур Сесенович песни, это Маржангыс. Артур Сесенович песни, это Маржангыс, композитор Асид Бесеова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще раз Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И вот много было таких и в Казани выступали на «Жар птицы», когда тоже мы на отборочных. Конечно, волновались все, и уже не говорим, что здесь в городе и у себя в поселке выступали. Мы, конечно, всегда волнуемся, и мы все время стараемся собраться и друг друга поддерживаем. Ну и самые запоминающиеся, конечно, моменты уже оставляем, которые показывают фотографии, где мы участвовали во всех мероприятиях. И, конечно, не перечислить, но как-то все они по-своему запоминающиеся. Запоминающийся конкурс для нашего ансамбля, я всегда не забуду, в 2007 году. Это Ахтубе, да, город? Да. Там действительно профессиональные музыканты выступали. Сатрау, Ахтау, сам Ахтубе. Запоминающийся конкурс был. Потом вот это в 2014 году у нас областной конкурс был. Здесь. Вот здесь тоже большой конкурс. То есть каждый конкурс оставляет, наверное, такие теплые воспоминания. У нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте, добрый день. Добрый день, представься, пожалуйста. Меня зовут Займир. Очень приятно. Я житель города Уральсик. Слушаем вас. Вам большой расмен для проекта, программы такую, черную. Теперь можно на казахском, просто мне более удобно на казахском. Ну, продолжайте, как вам удобно. А на турборсе все-таки. У вас были только пожелания? Алло. Все, уже отключился. Спасибо большое за теплые слова. Я думала, он хочет еще вопрос задать какой-нибудь. Мы тоже взаимно желаем только добра и счастья. Спасибо, что остаетесь на нашем канале. И дарите тоже вот такую энергию, взаимную энергию в ответ. Это очень окрыляет тоже нас и стимулирует к новым творческим победам. Ну и хотелось бы далее продолжить наш разговор. Послушайте других ваших участников ансамбля. Хотя бы, может быть, пожелания свои скажете всем телезрителям, так как вы видите, впервые у нас в прямом эфире. Возьмите микрофон, пожалуйста, Артур. Спасибо. 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 Пять минут остается до окончания эфира. И еще тут вам передают привет. Какие у вас все активные ваши однокурсники поддерживают вас своими сообщениями, звонками. Ну и в заключение нашей передачи мы знаем, что еще есть один музыкальный номер. Нам сегодня исполнит песню молодой солист ансамбля Кенесары Булгампаев. Пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо большое. Действительно, вы сегодня подарили нам такие незабываемые яркие эмоции, подняли всем настроение, вдохновили нас. Поэтому хочется еще раз поблагодарить вас за участие в нашей передаче. Ну и остается две минуты до окончания эфира. Айнура, может быть, тоже скажете какие-то пожелания, что-нибудь хорошее нашим телезрителям в заключении программы. Еще раз хочу поблагодарить каждого. Спасибо, что пригласили нас. Спасибо всем участникам за общий труд, за яркие моменты в жизни, за впечатления. Ну, процветание нашему ансамблю, чтобы мы дальше представляли наш любимый Казахстан по всему миру. Ну и Аслан, вам слово. Всем желаю только удачи, здоровья, благополучия и процветания нашему ансамблю. И всем музыкантам только желаю творческих успехов. А я хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы приехали сегодня, поделились своими успехами, достижениями. Поздравить вас с победой. И пусть этот год станет для вас вестником счастья, радости и достижения всех желаемых целей. Хочется пожелать вам осуществления задуманных планов и еще больше благодарных зрителей и слушателей, как и нашей передачи «Куншуа». Наслаждайтесь каждым мгновением, улыбайтесь и впитывайте множество позитивных впечатлений. А на этом я с вами прощаюсь. До свидания и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok